добрый вечер друзья опять мы вместе 74 раз так поехали так здравствуйте был сегодня у алексея макарова калужской области алексей привет вот и мезинову привет он передает вам это я вам привет а он от макарова привет встреча наша была недолгая разговор получился душевный как бальзам на душу поговорить с единомышленником оба пришли к абсолютному выводу что только после прочтения ваших книг обычный дачник не загубит саженец отдаст ему путевку жизнь спасибо кстати книга есть и в виде диска книга есть это у антону валерьевича в виде диска книга есть и бумажная неделя бумажная эти уже сто лет никто на диске не заказывал а бумажную но одна в неделю таким путем нам не справить и как это знаете кодовство алексей макаров у меня два же заказывают говорит из рук рвут вот это только о том что я не самый популярный садовод а так бы конечно книги бы разошлись уже я бы заработал и польза была бы огромная юрий иванов вот сейчас это очень важный момент важнейший возвращаясь к нему здравствуй валерий константинович ваши технологии возделаны очень интересно интересуюсь интересуюсь культурой абрикоса всю свою жизнь а мне 60 проблемы для кубани болезни манилиоз и растерос париоса я это от курдюмова столько ужасов понаслушался про эти грибы которые губят дерево за несколько лет а высокое дерево не обработать в этом году морозов не было минут четыре пару ночей до россия называется вот земля не промерзла местный абрикос зацвили 8 марта далее у меня быть в мае далее плюс один дожди похоже урожая не будет я тоже боюсь у меня тоже ранняя весна уж больно мне нравится ваш результативный подход садоводстве корни отличные от общепринятых спасибо может посоветуйте что-нибудь из вашего питомника мне до посадки в саду частного дома например манчжурскую или в качестве привой или косточку так манчжурсия у меня с востока там сыра так и они эту сырость терпят но до периода времени просто сыра держат как прекрасно держат да манчжурцы ну их потомки и гибриды с более культурными все это уже в курсе но тут другое дело значит снег не любят сырой сильно долго когда метровый снег сильно долго он тает 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 и все-таки добивает основание штампа это вы тоже уже знаете вот и что получат европейцы они получат но жердели косточек у меня уже нет есть только черенки жердели это чтобы кто-то из вас продвинутых мог на что-то привить именно жердели то что я с украины привез в Северсонской области и они не боятся сырости вообще и начать в каждом месте с нуля вот интересно да Кубань с Украиной это одно и то же не знаю украинцы на Кубань претендуют говорят что это наш это наш район вот ну ладно это опять же на политику не буду сворачивать но у меня еще смотрите королевские из Франции да значит жердели с Украины еще есть у меня европейцы есть у меня еще Манитоба с Канады это тоже скорее Европа Канада очень теплые края что там еще в памяти вертится сходу не вспомню в общем маловато конечно но тем не менее что чем заключается проблема вот допустим вот сейчас он вот он пишет что из вашего питомника жердели в прошлом году несколько сотен Сергея уничтожил видели почему их никто не купил а они как раз для вас а они еще и гибридные то есть их же опыляли там мои эти самые королевские то есть роскошные абрикосы Серафимы Бай вот но не пригодились сейчас Сергея уже и пожалуйста если у него еще есть жердели я даже не знаю последний год по моему и не садил они были двухлетки так и раз просто манчжурцы у него не привитая есть если он все не привет может все привет он сейчас прививает два попробуйте добыть у него теперь будет ли проблема вот смотрите читаем выше проблема для Кубань это важнейший вопрос прям уж важнее не бывает манилез и клястье роспариоз смотрите дальше нашу переписку значит так я ему пишу вот реакция моя вот эту вот вот эту строчку я ему пишу грибы не едят живую ткань а только уже мертвую каталог высылаю так теперь смотрим дальше переписка продолжается это очень важно потому что я работаю с каждым человеком спасибо за быстро но весьма спорный постулат значит это не греба а что тогда подробности после зимы это касается всей россии вот это самое ехать еще южнее чем Кубань а куда южнее то после зимы концы веток здоровый то есть зима вроде бы ничего им не делает цветение сверхобильное все нормально увядание наступает сразу после цветения наука говорит что летающие споры грибов через цветки абрикоса попадают ткани дерева по моим понятиям не могут когда цветет летают пчелы так и погиб абрикос черешни персики у соседей то есть все хана вот юг лучшее место в россии для садоводства и все погибает вы думаете он один мне такое написал у меня после десятого двадцатого письма с ростовской области помните там у человека в целом районе не нашел ни одного абрикоса вот ну еще могу несколько областей назвать плюс российские там допустим ну граница с украиной вспоминаете там белгородская там брянская и так далее это что творится то а и вот я это можно было бы оставить как именно вот так же как спорные ну допустим у меня свое мнение я доказать не могу и он мне ничего не докажет он конечно попробует манджурцы если закажет или заказал я не помню вот это вот попробует и получится вот эти манджурцы жердели будет ли на них вот это вот у меня мой козырь довод огромный всеобъемлющий который я много лет вам показывал я помните я показал грибы иду по лесу опята где самое сырое место вспоминайте это же не я придумал самое сырое место основание штамба гниет там все сыро черно аж и опята там сгнивает корневая шея выше нет выше нет бывает добирается выше но это потом когда добьют корневую шею перестав ищет это добьет сырость сырость не грибы потом грибы выше выше лезут едят мертвичину то что у меня мертвичину я толдычу толдычу один на всей планете а живое они ни одной клетки не съели отсюда проблема в том что вы мне не верите а у меня козырь какой у меня козырь это козырь это сразу знаете то у меня было еще девяносто процентов а вдруг действительно там попадают через цветок в живую ткань гризут грибы если бы так было бы сейчас бы грибы бы съели все леса все растения вплоть траву все что можно всю органику и сами бы сдохли съели а это не происходит потому что четкая граница объясняю мой супер козырь зима ой не зима а да суровая зима эта зима до минус сорока за 40 не превышал но 36 38 39 вот это было утром значит ночью было и 40 будем так говорить не задокументировано потому что никому не надо вот а у нас метеостанцию закрыли единственно вот этот вот градусник висит на улице и вот значит 40 в таких случаях обязательно и непременно должны омертвиться какая-то часть ткани и действительно весной мне пришлось брать секатор тут засохшую вешку отрезать там засохшую вешку то есть заметьте деревья не самые здоровые были не не самые здоровые вот почему я вам показывал я ветку отрезаю на черенок Сергея там сколько нарежет сотни да я еще продать надо и тут же рядом вот так вот я вам показываю мне надеюсь видно вот эту ветку отрезали сколько я вам за эти фильмы снял а вот вот это уже мертва соседка вот тут вот рана вот тут еще 2-3 сантиметра остается вот тут пенечек и соседняя мертва и следующая так же еще так же еще так же а то еще и поглубже то есть еще не только захватывает прирост последнего года а прирост уже предпоследнего года вот что и казалось бы что по свету должно быть наступает весна холодно холодно дожди 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 единственный год когда мне не пришлось поливать ладно но деревья не поливаешь с принципа сад то селекционный его нельзя спасать я морковку свеклу и прочее эти самые кабачки ни разу у меня это было мое обязанность я ни разу не полил это первый последний а сколько у нас засухи были по месяцу по два босиком нельзя ходить от пяток идет не пар дым горят пятки вот что было а тут а ведь разнежились а ведь когда засуха казалось бы не самое лучшее время для деревьев но именно абрикосов по барабану раз это засуха а он не боится у них корни ушли туда и все а там 6 метров до воды но это не значит что на уровне 5-4-3 метра сухо нет с почвы а там то что я называю горизонтальный перенос один из моих новых терминов горизонтальный перенос влаги куда надо влага придет сама ладно это отвлекся извините итак весна холодно сыро наступает лето ну все сейчас наконец-то и первое сомнение будет ли урожай урожай видели у меня есть фотографии я в этот раз не успел приготовить абакан каждый день там с этим связано с операцией вот не успел но я фотографировал фотографии под деревьями а там под одним сотни косточек так до весны лежат правда все уже расчелканы мышами под вторым и так далее то есть их было столько что собрать все не удалось мы на двухсотом ведре перестали считать и вот слушайте что было дальше получилось что все лето опять дожди и холодно буквально несколько дней когда можно было хоть съездить на озеро и то холодное чтобы хоть там соленое озеро чтобы хоть окунуться разочек в качестве оздоровления приходит осень опять дожди холодные все после той зимы после того когда я сам срезал много сухих веток еще раз говорю сам калечил деревья после такого абрикосы должны были бы а я вот эти названия до сих пор забываю манерез я запомнил я изучал много лет запоминал у меня памяти нет оклястероспариоз я до сих пор запомнить не могу вот это все должно было быть уничтожено ни одного листика ну и плюс деревья должны были сдохнуть раз если нет и вдруг случилась сенсация мировая это сенсация свидетелей вы сколько фильмов я показал сколько фотографий показал я иду вот так вот с камерой от дерева к дереву не то что ветка больная или там высохшая там листья пожухли листья желтые ни на одной из сотен тысяч листиков нет ни одного пятнышка грибов и вот ты задаешь вопрос почему эти грибы не сожрали мой сад были созданы все условия то есть такие же условия как на Кубани даже страшнее Кубанина разная вот Кубанина прилегает если помните к это самое морю а это муссонные посады где-то заливают дожди и тоже другой район Кубани мне пишут ну чё какие дожди у нас суховее у нас самущество то есть Кубанина достаточно большая чтоб там были все варианты развития если тут не растет как это если в том краю деревни я никого не трогаю ну я шучу короче если в том районе не растет тогда вот в этом будет расти где суши ах тут засуха тут не не усправим поливать тогда наоборот там где дожди должно расти нету вот я заканчиваю этот разговор этот пламенный речь поймите то что случилось летом весной летом и осенью 2019 года это не поддается никакому разумению ни грибочка ни пятнышка помните вспоминайте уже к осени покрылись грибами не смертельно но как оно должно быть груша яблони абрикосы самые нежные овощи в свете да вот ну как еще и я с тех пор когда случилось это чудо окончательно я теперь это сделал постулатом я хочу чтобы это было аксиома чтобы это был один из основополагающих законов природы чтобы не говорили что летающие грибы через цветки абрикосов попадают наука говорит наука просто не разобралась для этого надо было наблюдать 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 а вместо того чтобы кто-то когда-то увидел грибы на листьях а листа вот так вот цветение да и вот начинают цветки загибаться и тут же грибы только умирает первые как он называет первое это только умирает первая клетка все дальше работа грибов перевести ее в компост или так компост не совсем правильное слово перевести ее в органику вот видите до какой я дошел придут десятки лет это сразу никто потому что никто сразу не разберется никто очень узкий круг не будет никаких заседаний академии там такой железо а он вроде бы ну хотя бы спорный спорный постулат чтобы кто-то давайте поспорим а вдруг ну тогда меняется все но а то высоко невозможно опрыскивать то вы запрыскивать если погиблись эти самые ткани ткань погибл это вы запрыскивали если туда ничего не получится мне говорят так что они не опрыскивальни я бы Это вам кажется, что вы опрыскивали, что вы помогаете.